Профессионализм учителя всегда можно оценить по успехам ребенка. Рисунки, панно, роботы, научные исследования, макеты и модели самолетов представлены на выставке «Достижения обучающихся и педагогов-новаторов». В преддверии дня работника дошкольного образования во Дворце Творчества развернулся инновационный салон. Это идеальная площадка для обмена опытом, знаниями и идеями. Праздник – это не только праздничное настроение, но и, конечно, подведение некоторых итогов. У нас есть чем, конечно, похвалиться. У нас более 80% детей охвачены дополнительным образованием, более 700 организаций государственных и частных задействованы в этой системе. Но, конечно же, для каждого родителя важен успех своего ребенка. И, конечно же, нам важно сделать систему дополнительного образования наиболее адекватным современным требованием для того, чтобы дети получали новые знания, навыки, умения, были готовы к взрослой жизни. Также частью праздничного инновационного салона стало чествование лучших работников дополнительного образования. Судьба привела Марию Иванову в Радищевский центр детского творчества. Она работает там с большим удовольствием более 10 лет. На сегодняшний день около 600 ребятишек посещает районный центр творчества. Там есть и квалифицированные педагоги, и интересные направления, и современные подходы. За профессионализм и любовь к своему делу Марию Иванову наградили почетной грамотой Министерство просвещения РФ. Дети занимаются по шести направленностям дополнительного образования. На сегодняшний день в нашем районе открыты четыре новых места дополнительного образования, опять согласно нашего проекта, по которому мы работаем уже который год. В нашем учреждении конкретно есть такие детские объединения, как краеведение, волонтерство, техническая направленность хорошо развивается. То есть стараемся соответствовать всем тем требованиям, которые нам сегодня выставляет тот же самый проект и наше государство. Поздравить педагогов для школьного образования приехал губернатор области Алексей Русских. Вы занимаетесь прекрасным, сложным и крайне необходимым делом. Прививайте своим воспитанникам интерес к техническому и художественному творчеству, науке и спорту. Вносите огромный вклад в воспитание детей, помогаете юным жителям региона развивать свои таланты и способности. А некоторым и определиться с будущей профессией. Я выражаю вам глубокую, искреннюю благодарность. Также Алексей Русских пообщался с лучшими работниками отрасли и обсудили вопросы развития инженерного образования. Было принято решение увеличить количество программ дополнительного образования, повышенного уровня, инженерной направленности, а также расширить школу радиоэлектроники. Кроме того, в праздничный день педагоги могли обменяться опытом на мастер-классах и интерактивных секциях. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Уллправда ТВ.